Мокрые носы и звонкие голосы. Поколь одни шукаются бров, другие ховаются от жары, третьи держат от страха. И, зрозумело, на дефиле эксперты из Белоруссии и Украины их оценят. От ушей до хвоста. Чтобы у нее были хорошие зубы, чтобы у нее была великолепная шерсть, чтобы характер был чудесный, так сказать. И, чтобы соответствовало, так сказать, породе, стандарту породы. До дела у выставки четырех ноги хрихтовали, как несоправдные конкурсы при гашевости. Есть такая особенность, что их не стригут, а, так называемый, тримминг проводят. Это выщипают волоски, но при этом собаке это совершенно не больно, а некоторым даже нравится, они даже засыпают во время этой процедуры. Важный критерий – выхование. Одни, разумеется, команды только на немецкой мове, другим – хапая наводпозерку господара. Большость удельников собачьих кастингов с тытулами, и навод имены мают королевские. А у Чарка Юстиниан дома просто снежок. Але гэта ахоуник – соправдный боец. А вот сэр Бернару, не глядяши на помер, можно спокойно доверить дятей. Коляску даже оставляешь на улице и реально смотрят. Не отойдет ни на шаг. Лиловый тойтерьер из Витебска и сам Якцацка. Он на Урате станет ахоуником. Каштое – 10 миллионов. Але есть три лыжки корма в день. Живет до 20 годов и навод выгуливать не треба. Ухода за ней фактически нет. Потому что, ну, послушайте, шерсть у нее гладкая. Салфеткой влажной можно протирать и раз в три месяца помыть только. Поэтому уход за ней минимальный. Это для ленивых вообще. Так само в моде сибирские хаски, немецкие шпицы, китайские хохлаты и лабрадоры. Каштоесть такие собаки немало. Тому и перамое их. Для господару – великий гонор. Это значит, что у меня породное животное высокого уровня. То есть я горжусь, что у меня настоящий мопс. Хотя для многих титулы – не покашчик. Любая собака пускает даже беспородное. Она может принести счастье и радость в семью и быть настоящим другом. Сами собаки все же стараются не подвести своих сябров. И лепшие узнагороды для их счастливые в очи господара. Надея Мяшкевич, Миколай Соболев, Новины, Регион.